Добрый день, да. В общем, мы представляем направление профориентации, как мы вчера показали на визитке. Мы представляем вашему вниманию свой проект под названием «Неделя профессий». Наш проект состоит из комплексных мероприятий, которые мы планировали проводить, ну и планируем проводить в нашем университете. Наш проект нацелен на привлечение в наш институт абитуриентов, и мы даем им возможность выбрать себе направление, которое им по душе. Так, первым этапом в нашем комплексе является ангетирование школьников. Которое поможет выявить их личностные качества и в дальнейшем распределить их на группы по интересам. Ну и дальше проводить дальше с ними уже мероприятия именно по той теме, по которой им нравится. Ну вот, дальше, собственно, вот. Говорят, что человек жив, пока жива, о нем память. Это же правило можно применить к изобретениям, к событиям. То есть важно помнить опыт своих предшественников. Именно на это и нацелен наш проект, в частности, под названием «Лента времени». Проект поможет вам прикоснуться к прошлому, позволит вернуться к значимым событиям и датам для нашего УКУЗа, оказаться непосредственным свидетелем ярких эпизодов из жизни выдающихся выпускников военмеха. Так, например, 11 сентября исполнилось ровно 20 лет со дня закрепления за нашим альмаматом окончательного названия БГТУ «Вальмех» имени Дмитрия Федоровича Устинова. Самая главная дата этого года — это 85 лет со дня основания ВУЗа. А в следующем году исполниться 30 лет со дня первого полета нашего выпускника Ленинградского механического института — это Крикалёва, который совершил 6 полетов в космос, один из которых был ознаменован важнейшим историческим витком для нашей страны. Космонавт улетал из СССР, а вернулся уже в Российскую Федерацию. Также он выполнил 8 выходов в открытый космос. Уже рассмотрены эти два примера. Нетрудно догадаться, что ВУЗ, один из выдающихся вузов Петербурга, обладает очень богатой и интересной историей. Необходимо помнить, создавая свою историю, важно не забывать, с чего всё начиналось. Как говорится в народе, можно всю жизнь восхищаться примерами, а можно подать свой. Одной из частей нашего проекта являются открытые лекции. Открытые лекции — это, собственно, лекции в качестве лекторов, о которых выступают преподаватели, которые работают на наших различных кафедрах. В качестве студентов выступают будущие абитуриенты нашего ВУЗа и, собственно, те люди, которые желают их посетить. Цель таких лекций — это обеспечить максимальный спектр представления о нашем институте, его структуре, его возможностях, и рассмотреть влияние таких вот подобных методов обучения на процесс подготовки школьника-абитуриента к ВУЗу. Задача данных лекций — формирование умений и навыков обучения абитуриентов в стенах нашего университета, то есть познакомить их с таким новым для них видом опознания знаний, как пары. Вот. Ну, я сам первокурсник, и знаю, что для некоторых это становится, ну, таким новым, неожиданным витком в своей жизни, и как раз-таки для этого мы подготовили открытые лекции, которые помогут им влиться, поэтому уже при поступлении не испытывать никакого дискомфорта на парах. На занятиях, на открытых лекциях абитуриенты смогут полностью погрузиться в атмосферу военмеха и, в принципе, университета, и почувствовать себя полноценными студентами. Вот. Поскольку у нас на неделе профессии производится анкетирование, то лекции будут идти по разным направлениям, такие как ракета-космическая техника, оружие, информационные системы, естественно, научные и международные промышленные комплексы менеджмент. Вот. Собственно, по каждому из направлений мы прочитаем... Мы, лекторы, мы прочитаем материал, который будет им наиболее понятный, наиболее доступный, и такие как автоматизация инженерных расчетов, инженерно-компьютерная графика, экология, программирование на ИВУ и микроэкономика. Еще одной частью комплекса нашего проекта являются мастер-классы. Мастер-классы — это некоторые мероприятия, которые направлены на то, чтобы окунуть абитуриента в атмосферу, выбранной по результатам анкетирования специальности. Мастер-классы могут быть проведены в виде различных конкурсов, игр, каких-то тематических соревнований, практических заданий или опытов. Ну, естественно, на мастер-классах будут присутствовать преподаватели, которые будут за этим следить, или же студенты старших курсов, которые их будут проводить. И также в мастер-классы будут включать в себя общение с абитуриентами, будущих абитуриентами нашего вуза, с преподавателями и студентами, которые будут вести мастер-классы, чтобы ребята могли позадавать вопросы о жизни в вузе и узнать что-то новое для себя. И также они могут узнать о том, какие профессиональные навыки приобрели ребята, которые уже учатся в ВНМЕХе, как применяют их на практике, с какими задачами они сталкивались и ответят на все интересующие ребят вопросы. Завершающим этапом нашего проекта является день с группой. В этот день абитуриенты смогут провести время с группой первокурсников выбранного ими направления, ходить вместе на все пары, полностью погружаясь в студенческую жизнь. А между парами абитуриенты могут пообщаться со студентами, которые расскажут им о их студенческой жизни, как они проводят свободное время, рассказать про предметы и преподавателей. После этого абитуриенты с уверенностью могут понять, понравилось ли им данное направление и хотят ли они поступать в ВНМЕХ. Также абитуриенты, которые на 100% уверены, что хотят поступать в наш вуз, пообщаясь со студентами, уже обретут новые знакомства, и при поступлении им будет проще влиться в студенческую жизнь. Так как целью нашего проекта является профориентация и агитация, мы подготовили полностью готовый буклет, который мы можем и будем, если разносить по школам. Там можно внести еще кое-какие коррективы, например, написать о дне открытых дверей, так как очень многие люди, студенты, просто не знают в какой день, абитуриенты, не знают в какой день у нас в ВУЗе день открытых дверей, потому что в прошлом году эта информация была на сайте, ну, и просто на три села бумажка на три ВНМЕХа. Ну, то есть, это очень такая информация нужная, но ее почему-то... Каждый четвертый-четвертый месяц в семнадцать месяц. Спасибо. Понятно. У нас в электронном виде есть уже готовый буклет, мы можем указать. Спасибо. Просто, к сожалению, сейчас видеопроектора нет. Спасибо. Вопросы? У меня не вопрос. Я хочу сказать вам большое спасибо. Проект очень хороший. Понятно, что он сырой. Было очень мало времени, да? У нас к вашему проекту есть еще очень интересное предложение. Заходите и будем делать. Молодцы. Все-таки когда-то посеянное мной зерно начинает прорастать. Спасибо.